Сколько оружия сегодня на руках россиян? Сколько оружия сегодня на руках россиян? Почему инцидентов с применением оружия в данное время стало слишком много? Я Таисова, Анатолий Анатольевич Малик. Спасибо. Добрый день еще раз. По поводу статистик. На сегодняшний день зарегистрировано у нас больше 6 миллионов единиц оружия. Эти наружные владеют у нас около 5 миллионов у нас. Точнее, 6 миллионов единиц оружия. Из 700 тысяч единиц гражданства обнестрельного оружия с нарезным столом, 4-2 миллиона единиц обнестрельного подкастрольного оружия и более 1,4 миллиона гражданства обнестрельного оружия. Это бествольно-газовое. В том числе и в них 730 тысяч оружия ограниченного поражения. Этим оружием владеют ждал 5 миллионов граждан. За последние 6 месяцев от этого года у нас увеличено увеличение на 57% количество преступлений совершено с применением огнестрельного оружия с зарегистрированными в органах контрольных дел. Удельный риск таки составляет около 5%. За 5 лет было совершено более 202 тысяч преступлений и правонарушений с применением оружия ограниченного поражения. В том числе причинен вред, здоровье, гражданской степени и тяжести. Более 500 граждан. Более 100 человек получили поражение и скончались. Вот такие основные цифры по нашей слушательной теме. Спасибо. Если попытаться нарисовать портрет среднестатистического владельца оружием России, какой он будет, Владимир Анатольевич? Что же вам? Нельзя сказать, что у нас есть какой-то статистический владелец оружия. Потому что у нас, я уже сказал, много оружия. И это, видимо, оружие владеет разными категориями. У нас было гладкое оружие, резное оружие. В основном этим оружием владели, скажем так, россияне. Это взрослые, состоявшиеся люди, которые, скажем так, любят оружие. Знают культуру обращения с оружием. Он процесс опутывается интересен. Поэтому, я бы сказал, что человек, мужчина до 40 лет, ну и больше. Сейчас им оружие ограничено поражение. Естественно, у нас... Им спрос возрос в десятки раз. Естественно, люди, молодые люди, которые в армии служили, которые скажут так, интересно это оружие. Естественно, я бы сейчас бы сказал, что это гражданин, но 20, от 18 лет до 23 лет, как правило, больше владеет таким оружием. Поэтому о среднем, сказать не могу, именно разные категории граждан, разных портретов владения оружием. Спасибо. Если вернуться к ситуации с юристом фармкомпании, распределившим коллег на работе, то есть, как Вы считаете, какую роль сыграло здесь наличие у него разрешенного оружия? Это, в общем-то, вопрос не только к Анатолию Анатольевичу. Вообще, можно ли тут положить, что он все равно лишил бы преступления и будет у него легального оружия? Ну, давайте, на самом деле, я постараюсь ответить на этот вопрос и немного дополнить коллегам. Очевидно, что резонансные преступления, которые в последнее время обсуждали в средствах массовой информации, подтверждают в том числе и факт слишком либерального законодательного регулирования вопросов, связанных с выдачей разрешения на оружие и использованием оружия. Как мы увидели из статистики, серьезно в два слов, количество правонарушений и преступлений в совершении зарегистрированного оружия. То есть, оружие, которое числится за конкретным владельцем, оно не криминальное по своему происхождению. И это говорит о том, что сама культура владения и обращения с оружием на сегодня, к сожалению, еще далека от необходимого уровня, когда человек понимает, что ни в коем случае не может оружие использовать против жизни и здоровья другого человека. Я также обратил бы внимание и на возраст, который заявлялся, что травматическим или нелетальным оружием в основном владеют молодые граждане, и эти люди не знают, что такое оружие, не имеют реального взрослого опыта обращения с оружием, многие из них действительно не служили в армии, поэтому они воспринимают само наличие оружия, в том числе и некую теоретическую возможность их использовать из фильмов, из каких-то собственных представлений об этом. Но ни в коем случае не исходя из требований закона. Более того, я уверен, что многие из них даже не знают о требовании законодательства. И третье, согласитесь, когда раздается стрельба в центре города, и люди, которые стреляли, пытаются отделаться штрафами в 2-3 тысячи рублей, просто недопустимо. Потому что окружающие не знают, без какого оружия ведется огонь, в воздух ведет стрельба или по людям. Это социально опасное явление. Поэтому должны быть в законе предусмотрены такие меры, которые бы четко позволяли, во-первых, предотвращать большую часть преступлений, а в случае совершения преступлений, совершения оружия позволяли однозначно выявлять преступника и наказывать его по всей строгости закона. Возвращаясь к вопросу, который вы сказали. То, что Виноградов при массовом убийстве использовал зарегистрированное оружие, помогло, несомненно, органам следствия быстрее установить виновного и будет помогать при судебном процессе. Я также поддерживаю те предложения, которые сейчас несены по созданию гелезотеки и спортивного и травматического оружия. Потому что в основном именно это оружие сейчас или переделанное оружие из травматического или газового в боевое используется уличной преступностью, в том числе и молодежной преступностью, для совершения нападений на людей. Считаю, что совокупность серьезного повышения ответственности это касается и штрафных санкций, которые мы увеличиваем многократно, если не нанесем ущерб здоровью жизни человека, и уголовная ответственность, если нанесем ущерб здоровью людей, запрет на ношение оружия, в том числе и травматического, в общественных местах, повышение возраста, разрешение на выдачу оружия до 21 года, и создание гелезотеки всего оружия, которое зарегистрировано, позволит стать комплексом мер, которые могут снизить объем преступлений, совершение оружия. Но, конечно, это не панацея. Нужно увеличивать и эффективность деятельности силы общественного правопорядка, нужно обязательно использовать систему мониторинга и систем безопасный город, в том числе и систем видеонаблюдения, нужно гораздо более серьезно относиться к экстремистским высказываниям в СМИ и в социальных сетях. Мы ведь понимаем, что Виноградов, прежде чем пойти на преступление, опубликовал некое заявление в сети, где он признался в ненависти к человечеству, и мы понимаем, что, как и в этом случае, это далеко не всегда только слова. И для правоохранительных органов это должно быть серьезным сигналом для проверки, что за этим стоит. Какая-то истерика, какой-то эпатаж, либо возможность предотвратить преступления со стороны такого социально опасного персонажа. Кроме этого, необходимо, конечно, увлекать общественной организацией эту деятельность, и я очень рассчитываю, что нам в этой работе помогут и объединения людей, которые уважают оружие, это и охотники, и люди, которые занимаются спортивной стрельбой, потому что они как раз ответственно подходят к хранению оружия и его использованию, а также нам нужно увеличивать количество эффективности отношений со общественными организациями, которые будут помогать в изучении общественного порядка, потому что человек, который идет на преступление, он не появляется из воздуха, он где-то живет, где-то трудится, у него есть окружение, он на преступление идет, используя транспорт, либо общественный транспорт, либо частный транспорт. Вот если у нас будет больше информации о тех людям, которые ведут себя девиантно, ведут себя неадекватно, тем больше будет возможности у руководительных органов предотвращать преступления, и вообще мы в целом должны делать так, чтобы либеральность и мягкость наших законов не создавала поводы для гибели людей. Вот это недопустимо ни в каком случае. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...